Всем привет! Добро пожаловать на канал ProBlogTV. Меня зовут Вика, рядом со мной Катя Вебер. У меня в гостях на канале, или я у неё в офисе. Сегодня мы решили сделать отдельное видео о том, как подготовиться к PM-интервью. У Кати есть целая презентация, которую она сама подготовила на основании своего опыта, каких-то ресурсов, которые она изучала. И сегодня поговорим об этом. У вас будет настоящая инструкция, руководство по тому, как пройти PM-интервью в компании американской. Расскажи о том, как здесь проходят интервью. Поделись с нами своей презентацией, как ты готовилась, создавала какие-то интересные материалы. Ну, презентация получилась случайно. У меня это было как-то разрозненно записано во всяких разных местах. Как-то мы собирались, организовали метап программ-менеджеров и им сочувствующих, те, кто хочет попасть в эту сферу. И я просто тогда, чтобы не забыть, что говорить, я просто собрала всё на нескольких слайдах. Вот. И довольно так хорошая информация получилась, так подобранная. То есть я не хочу сказать, что это прям истина в последней инстанции. Это такой собирательный образ на основе того, что я читала, слышала, знаю наверняка и так далее. EPM-интервью или TPM-интервью состоит из нескольких секций. Какие секции? Introduction – это часть каждой секции, где ты рассказываешь о себе. Teamwork, Partnership, Program Management, Past Projects, System Design. И ещё одна такая штучка – Your Questions. Это тоже часть каждой секции. По поводу introduction. Во-первых, главный совет – выучите своё резюме. Если вы где-то упомянули machine learning, то будьте готовы рассказать, что такое machine learning и вообще, что вы там делали. И будьте готовы объяснить на пальцах человеку, который вообще, например, не в курсе, чем занималась ваша компания, что конкретно ты сделал и конкретно в чём была твоя роль. Это первое. Следующая – Teamwork. Секция, где ты рассказываешь… Не ты рассказываешь, где тебе дают какие-то гипотетические ситуации и задают вопросы, как бы ты себя вёл. Ну вот примеры таких ситуаций, которые очень часто любят спрашивать. Первое. Это какой-то непонятный проект. Когда требования туманные, сделать надо было вчера, команда вообще не хочет его делать, а твои стейкхолдеры – они не сильно технические люди. Твои действия. Ну и потом, соответственно, в зависимости от того, как беседа идёт, естественно, хорошо бы добавлять примеров из своей жизни, что да, вот я был, конечно, в такой похожей ситуации, вот такой был проект, вот так-то я с этим справлялся. Или вторая задача, тоже такая очень популярная. Вот предыдущий менеджер исчез с проекта, и вот теперь это ваша новая команда. Что вы будете делать? Ну вот ближайшую там неделю, месяц, квартал. Как вы изучите то, чем они занимаются, какой будет ваш план, как вот, допустим, у них первый релиз случается, они говорят, что всё протестировано, протестировано, поверь мне, давай, выкатываем в продакшен, ничего не сломается. Ваши действия. То есть если вы на это отвечаете, ну, есть же Q&A, они протестируют, катим. Ну, это сразу red flag. Ну, то есть сразу говорит о том, что человек, ну, либо в реальной жизни не работал, либо, вот скорее всего, он покатит в продакшен, всё сломается. И вот там примеры таких вопросов, там, как бы вы себя ввели с гением в команде. Следующая секция – partnership, где будут ситуации на взаимодействие с внешними командами. Например, взаимодействие между R&D, между девелоперами и менее техническими командами, например. То есть как бы вы вместе проект делали. Как бы вы строили взаимоотношения с какими-то командами новыми, с которыми у вас совместный проект, и у вас, допустим, конфликтующие приоритеты. Допустим, вам что-то нужно от команды какой-то, чтобы ваш проект закончить, а они в гробу вас видали. У них свои планы, всё уже распланировано, времени у них нет, желания помогать вам нет. Они бы с радостью, они прекрасные люди, но времени нет. Как бы вы их убеждали. Ну, здесь там, какие там основные советы, да, можно дать, что, во-первых, опишите, что вы конкретно от них хотите, какая цель вашего проекта, какой потенциальный, сколько вы денег на этом можете заработать, или какие-то другие. В чём смысл делать этот проект? Получи, соберите их фидбэк, объясните им, дайте им понять, что вы все в одной лодке, то есть это всё ваша компания, и это вот то, что, возможно, поможет вашей компании заработать больше денег или больше пользователей и так далее. Поговорите с людьми, которые, как же называется, opinion makers, и поймите, почему они против. То есть, возможно, это вам поможет либо сформулировать по-другому, либо изменить скоп проекта, ну, в общем, как-то договориться о чём-то. Вот. И самый такой действенный прототип. Постройте какой-нибудь прототипчик, на коленке, найдите какой-нибудь программисты, который за два часа что-нибудь там соберёт такое, ну, я утрирую, конечно, но что-то такое, что можно было бы кому-то показать, или самому себе показать и понять, насколько вообще этот проект имеет смысл. Любят спрашивать, например, вот расскажите про какой-нибудь interpersonal челлендж. Они что ожидают услышать? Во-первых, что-то реальное, что действительно про тебя, не то, что, ой, у меня такая сложность, я люблю работать до 12 часов ночи, я трудоголик. Вот. Нет, не такое. Ну, что-нибудь действительно там про вас, ну, не знаю, там, паблик спикинг или проблемы с делегированием, ну, что пытаешься там все сам делать, или вот проблемы с культурными какими-то различиями, в общем, сложно, да, и главное объяснить, а что ты сделаешь, чтобы улучшить это. Ну, то есть рассказать это в позитивном ключе. Вот. Следующая секция программ-менеджмент, где тебя вкратце, тоже давая гипотетические ситуации, проверяют, как, в общем, ты ведешь проекты в целом, как ты определяешь скоб проекта, в состоянии ли ты объяснить или там сформулировать, про что этот проект и зачем мы его делаем, что ты опишешь там в своей спецификации, там были технические детали, и как ты будешь измерять, и какие у тебя критерии успеха, и от каких команд ты зависишь, и что конкретно других команд требуется, а как ты собираешь мониторить свою систему, а какие у тебя ограничения, а какие, что плохого в твоем дизайне, потому что обязательно в нем что-то плохое есть, а какие риски, а как ты собираешься митигировать, какие основные этапы твоего проекта и так далее. и что еще там например могут спросить, вот вы опаздываете сильно, обещали сделать через неделю, а прошло уже месяц, а вы все еще не сделали, каким образом вы будете это все доносить до ваших стейхолдеров, ну то есть что там от вас ожидается, что у вас всегда будет рука на пульсе, что вы всех известите, что вы всем объясните, на какой стадии, почему мы поздно, что мы делаем для того, чтобы успеть и так далее, и так далее. Секция Past Projects, где выберите проект, где вы больше всего понимаете. Ну, с одной стороны он должен быть желательно прикольным, ну чтобы звучало классно, да, что какой-то, не знаю, какую-то там крутую задачу решили, или какой-то сервис построили, или что там такое, но в то же время вы должны быть готовы про него говорить час. На вот у доски, рисуя там, какие там были блоки, как эти компоненты были связаны друг с другом и так далее. Ну то есть выберите проект, который вы действительно понимаете, какое-то высокоуровневое объяснение нарисуйте на доске, ну то есть диаграммы, это прям, ну все любят диаграммы, потому что с ними становится понятнее, будьте готовы объяснить каждое слово, которое вы говорите, потому что если вы скажете какое-то ключевое слово, ну вот очень у меня такая была смешная ситуация, когда человек упомянул, что они, у них там recommendation system, они делали, вот, строили модели, я у него спрашиваю ну машин леунинг модели, он так задумался, говорит, ну мы используем машины и мы обучаем модели, ну да, наверное, машин леунинг, ну то есть если вы не знаете чего-то, лучше не говорить, будьте готовы погружаться в детали, насколько там вы можете, и главное, любят спрашивать, хорошо, вот вы это все прекрасно, вы так все круто объяснили, а что вы конкретно здесь сделали, то есть где вот, в какой части этой диаграммы вот ваша роль, вот, и конечно же желательно подготовиться заранее, ну то есть не думайте, что даже если вы работали над этим проектом долго, вы все знаете, что вы готовы вот в такой удовольствии и форме в течение часа разговаривать с человеком, это вот одна техническая секция, и вторая про систем дизайн, самая важная секция интервью, что ожидается, намеренно формулируется вопрос очень расплывчато, зачем это делается, чтобы, ну потому что это очень похоже на жизнь, потому что зачастую прибегает какой-нибудь большой начальник и говорит, давайте сделаем как Uber, только лучше, или давайте сделаем что-нибудь вот такое вот, и убегает, вот, в надежде, что вы сделаете, и тут они будут пытаться понять, а как ты задаешь вопросы, а как ты вот в ситуации, когда у тебя вообще непонятные требования, как ты собираешься что-то делать, вот, то есть поймите, чего хотят, задавайте вопросы, чтобы понять, что конкретно хотят, возможно, они там себе представляют, хотят от вас маленький кусочек, а вы тут уже, я не знаю, Google строите у себя в голове, дальше, предложите какой-то дизайн изначальный, разбейте его на компоненты, нарисуйте это все на доске, следующий момент, так как нет единственного правильного ответа, нет единственного правильного дизайна, конечно же, в вашем дизайне, или вот, если, допустим, у вас два варианта дизайна, будут свои преимущества и недостатки, объясните их, ну, то есть, ну, зачастую спрашивают, ну, хорошо, а что, а что плохого в вашем дизайне, и ты должен быть готов объяснить, и, хорошо, а как мы можем улучшить, или, хорошо, а что вот хорошего, ну, какие вот бутылнеки, например, в вашем дизайне, то есть, нужно мощь это объяснить, дальше, допустим, все, ты справился, внезапно справился быстро, да, за 15 минут ему нарисовал на его требования, которые он тебе сказал, все, отлично, ну, и тогда он такой, смотрит на часы, черт, 45 минут еще говорить, такой, отлично, а теперь усложняем задачу пользователей, не миллион, а 100 миллионов, давай, будет работать твой дизайн, ну, скорее всего, он назовет такую цифру, что твой дизайн работать не будет, вот, и ты должен быть готов объяснить, как ты собираешься адаптировать вот то, что ты предложил, если тебе нужно увеличивать там систему в 100 раз, ну, или в 1000, неважно, да, следующий уровень сложности, то есть, если и до сих пор час не прошел, хорошо, ну, давайте теперь про цифры поговорим, ну, вот, все вот это, вот у вас 100 миллионов пользователей, сколько нам вообще надо железа, как, чего, чего мы будем просить, ну, вот, сколько нам денег надо, и твоя задача, примерно, ну, конечно, никто не ожидает от тебя, это, идеальных цифр, но хотя бы порядки должны получиться правильные, то есть, хорошо, вот, у тебя 100 миллионов пользователей, вот, что ты собираешься хранить там, вот это, ну, давай теперь подумаем, какой будет размер твоей базы данных, давай посчитаем, ну, что они пытаются проверить, таким образом, во-первых, насколько ты вообще технически подкован, и, если, допустим, у тебя получилась какая-то цифра, она может получиться абсолютно неправильно, это не страшно, но, главное, когда у тебя цифра какая-то получится, он тебя спросит, похоже на правду, и ты должен мочь ответить, она похожа на правду или нет, потому что, если человек посчитал неправильно, и потом говорит, что-то как-то подозрительно много, или что-то мало подозрительно, вот, это нормально, если у человека получается какая-то вообще, нереальная какая-то цифра, то есть, очевидно неверная, ты же похож на правду, он такой, да, отличная цифра, ну, вот и red flag сразу, вот, в общем, это все про систем дизайн, так как секция самая сложная, и к ней сложнее всего, в общем, готовиться, и еще одно такое добавление, по поводу ваших вопросов в интервью, обычно на каждой секции, каждый интервьюер, они обязаны это делать, 5-10 минут оставляет, задайте ваши вопросы, и, скажем так, если вы завалите эту секцию, ничего страшного не произойдет, скорее всего, ну, то есть, если вы на всех остальных секциях были молодец, то ваши дежурные вопросы, которые непонятно, зачем вы задали, возможно, пропустят мимо ушей, но, если вы действительно зададите интересные вопросы, которые вас интересуют, это можно, ну, в карму там, плюс сколько-нибудь вам добавить, вот, какие советы здесь, во-первых, избегайте, как называют, let me google it for you questions, не надо спрашивать, то, что вы легко можете найти в интернете, почитайте заранее, чем компания занимается, какие у нее цели, какие у нее основные продукты, какие-то числа, там, примерно, сколько у них, я не знаю, там, пользователей, сколько у них, там, ну, какие-то основные данные, и потрудитесь почитать джуб description, некоторые это пропускают, этот момент, ну, то есть, там, title посмотрели, и все, почитайте, и подумайте, что вы бы действительно хотели узнать для себя, ну, там, примеры вопросов, которые, такие, персональные, да, там, спрашивают люди, ну, а как выглядит ваш типичный день, в компании, вот что вы делаете, ну, например, для нашей роли, это очень хороший вопрос, потому что, ну, как я говорила, везде разные, да, программисты бессмысленно спрашивают, да, ну, что ты делаешь из дня в день, сажусь и пешеходно, вот, то у нас может быть по-разному, поэтому очень бы хорошо прояснить, а что конкретно вот ты делаешь изо дня в день, ну, или там, из недели в неделю, какой менеджмент стайл в команде у вас, как у вас там принято, у вас есть вертикаль власть, или у вас все очень на горизонтали общаются, ну, чтобы понять, это вообще то, чего ты ожидаешь или нет, дальше, как вы помогаете, например, новеньким адаптироваться, ну, потому что в некоторых компаниях не помогают, и ты такой бедный, несчастный, приходишь и не понимаешь, ну, как начать, какие там основные сложности в вашей работе, или, ну, вот, я, я бы там, например, спросила, чего мне нравится работать в этой компании, ну, потому что обычно, это такая политкорректная беседа, как все прекрасно и удивительно, ну, не может быть все хорошо, ну, должно же быть что-то, какие-то минусы, но вот мне было бы там спросить у этого интервьюера, он бы, что бы он ответил, да, чтобы, ну, мне понимать, да, во-первых, человек может ли честно ответить, и что он там ответит, вот, конечно, актуальный вопрос, work-life balance, потому что, ну, для больших компаний на Рамении актуальны, для стартапов, еще как, вот, как у вас принято, и это, насколько я знаю, это абсолютно нормальный вопрос, как у вас принято, что мне ожидать, и еще один там такой хороший вопрос, что вы ожидаете от меня, ну, от вот этого кандидата, в следующий, там, не знаю, месяц, два, полгода, вот, как вы ожидаете, что я должен достичь, примерно, да, чтобы вы посчитали, что я успешный работник, ну, что примерно вас ориентировали, вот, дальше, как ко всему этому готовиться, во-первых, ответьте, пойдите в Google, найдите эти наиболее распространенные вопросы на интервью, все эти стандартные ваши сильные стороны, слабые стороны, какие у вас главное достижения профессиональные, какой главный провал, был ли у вас какой-то конфликт, когда вы были несогласны, или с вами были несогласны, что вы делали, какой у вас менеджмент стайл, что бы вы делали в первые, там, 30, 60, 90 дней работы, очень полезно, я бы сказала, жизненно необходимо, заранее ответить на эти вопросы, вот прям съесть, и как сочинение написать, вот прям документик, у меня был документик, я помню, и это потребовало много сил и времени, ну, потому что это так кажется, ну, что там, понятный вопрос, я что-нибудь скажу, нет, будет 45 минут, ничего там не скажешь, если скажешь, будет скомкано, вот, поэтому лучше написать, перечитать 5 раз, еще будешь потом 5 раз переписывать, и выучить, ну, чтобы потом уже просто на, на собеседование не тратить на это никакой ресурс, ну, то есть у тебя есть заготовка, не знаю, из 20-30 вот подобных вопросов, которые, скорее всего, в начале интервью, ну, чтобы разогреть кандидата, да, обязательно зададут, вот, и сделайте так, чтобы эти ситуации были похожи на реальные, то есть не всегда, допустим, ну, не было у вас какого-то конфликта, да, вот, не можете его что-то такое, все равно, найдите ситуацию, которую можно притянуть за уши, и опишите ее как-то, ну, да, может быть, вы чуть преувеличите, но в целом, это будет правда, это будет про вас, а это чувствуется, вот, и это будет отвечать на вопрос, то, что они на самом деле хотят узнать, да, если про конфликт, как вот вы себя ведете, вы идете в конфликтных ситуациях, вот, это раз, два, ну, что называется, built your technical dictionary, и повторите определение, то есть зачастую вы там работаете, и какие-то, что называется, buzzwords, они на слуху, а на самом деле, вот, если какой-нибудь очень дотошный интервьюер, ты скажешь кое-нибудь слово, он такой, а что это? И очень плохо совсем не ответить на этот вопрос. По поводу, что почитать, я уже упоминала эту книжку, она прекрасная, how to crack the PM interview, и вторая, в принципе, похожая на нее, это decode and conquer, тоже похожие задачи, она скорее для продуктов, они обе скорее для продуктов, но тоже очень полезные и для программов, для проектов тоже. И по поводу онлайн ресурсов, например, по систем дизайну есть курс, то есть есть и много видео на ютубе, ну, вот, например, на ресурсе educative есть курс по дизайну, где собраны основные примеры задач и как-то разобрано, то есть да, он не сильно детальный, но в целом как-то структурирован. Дальше, хорошо бы читать периодически, как устроены существующие системы, есть такой классный сайт highskillability.com, где периодически работники разных компаний выкладывают статьи про какие-то куски своих систем, и можно в реальности узнать, как там в фейсбуке это работает, как в твиттере то работает, как в ютубе это сделано, чтобы потом, когда ты свой дизайн делаешь, или, допустим, тебя попросят, давайте задизайним ютуб, давайте сделаем ютуб, а ты, примерно, знаешь, как там устроено, тебе уже проще. Вот. Дальше, ну, всем известный glasdor.com, чтобы примеры вопросов, если кто не знает, замечательный сайт, иногда, правда, впадаешь в депрессию, когда его читаешь, потому что на большие компании там очень много вопросов всевозможных, но, пожалуйста, простор для подготовки просто огромный. Вот, я люблю еще из блогов парочку читать, вот русский, русскоязычный, хабар-хабар, и из англоязычных это cora.com, тоже хороший ресурс. Вот, ну и один я, пожалуй, еще упомяну, это вот моя бывшая коллега, у нее, она сейчас работает, она раньше работала вот менеджером в Яндексе, потом переехала в Европу, сейчас работает там продакт-менеджером и ведет в Телеграме свой канал, очень информативный, то есть она прям там очень активно, активную деятельность развернула, я прям читаю, восхищаюсь вообще. Да, то есть он, конечно, более, сфокусирован на продуктовой деятельности, но так как наши деятельности очень сплетены и, в общем, рядом, тоже полезно. И он называется ProProduct. Да, ProProduct. Все эти ссылки я оставлю в описании к этому видео. Мне кажется, что после этой лекции, после этого... Ссори, что долго. ...инструкции нет, у меня, даже я, наверное, смогу успехаться найти работу в продакт-программ-менеджере здесь. Спасибо тебе за эту информацию. Теперь у вас все карты в Бруке. Дерзайте. Да, и для подготовки просто есть все материалы. Я думаю, что ты заглянешь в комментарии, да, к видео. Да, конечно. И, может быть, у кого-то возникнут какие-то еще вопросы. Несмотря на то, что все-таки у меня не так много на канале продакт-программ, продакт-менеджеров, но, тем не менее, это будет полезно для программистов и для всех. Спасибо еще раз. Тебе спасибо. На этом все. Всем пока. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк нам с Катей. Субтитры сделал DimaTorzok